Всем привет ребят, это 41 серия пути бомжа в Гранд Мобайле, и в этой серии мы с вами продолжим освещать фракции. В этот раз я пойду по хорошей линии, так сказать по государственной, а это мы с вами пойдем в полицию. В 35 серии мы с вами впервые вступили в ОПГ, посмотрели что там как работает, как там можно зарабатывать, и все очень круто. Но в этот раз мне прям очень что-то захотелось в полицию, как раз таки по-моему в 35 серии меня и посадили за что-то, даже уже не помню. Первым делом давайте я продам весь транспорт из прошлого видеоролика, потому что они мне в принципе не нужны, нападало на Мерс 124, 99 их много, Лада Нива 2 штуки выпало. Это все с бесплатных кейсов, кто не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотрите и возвращайтесь сюда. Сразу разом у меня получилось их всех заспавнить, за 124 Мерс мы получаем 94 тысячи практически, за 99, 97 500 получаем, да 130 у нее госка, за Ниву уже побольше 112 500 получаем. И по балансу у нас теперь 23 миллиона, отлично. Можно еще в принципе какую-нибудь тачку из нашего автопарка продать, Хаммер недавно покупали, оставим, BMW M5 вот эту старенькую мы точно продавать никогда не будем, это легенда, с нее мы начинали. Audi RS3 Sportback слишком имбовая, чтобы идти куда-то продавать, в принципе можно продать BMW 2000 Turbo, либо же BMW CSL. Давайте на Turbo есть номера, на этой нету, давайте эту как раз и продадим, загружаем. Тачка красивая, годная, по госке у нее, ого, 7 миллионов, я уже прям и совсем и забыл. Не вижу их смысла как-то складировать, мне и одной тачки было бы достаточно, это того же Хаммера, да. Все равно куда и когда на них мне кататься, потому что большую часть времени я и на основном аккаунте провожу, снимаю всякие видеоролики обычные, да, про кейсы или еще что-то. Я даже уже и не помню какая у нее максималка, она у нас если что в стоке, стоит только нитро, главное не в отбойник, главное не в отбойник, главное не в отбойник, все-все-все, пролетаем. И максималка 380 в стоке, слушайте, это очень-очень годно. Заходите ко мне на 20 серверы, вводите промокод ELMIKE, за который получите гелик, 30 тысяч, випку и скин. Работает если что на всех серверах, пользуйтесь халявой. А ремки-то у ELMIKE нету, ё-моё, а ну-ка где у нас тут ближайший 24 на 7, надеюсь недалеко, вроде надеюсь недалеко. Покупаю ремки по максимуму, пускай будет, отлично. И теперь такой же траектории и обратно идем к тачке. Ну какая же она красивая, смотрите, в тонировочке в таком вот цвете, RGB-шная, ну красотка, все, погнали дальше. Кстати, недавно без каких-либо обновлений в Град Мобайле увеличили штрафы. Ого, вот смотрите, получаю штраф и при достижении 30 тысяч штрафов на 30к штрафов у нас аннулируются права. Вот это да, блин. Ну вообще, если честно, давно уже пора, потому что вот эти штрафы по 250 рублей как бы такое себе, да, как бы копятся, копятся, ну и что дальше, да. Хоть там на 3 миллиона накапаете, вообще срать, да, ни к чему не привязывает, не обязывает, как говорится. А сейчас уже хотя бы хоть какая-то мотивация появляется для того, чтобы не нарушать, да, там уже лишний раз не проедешь на красный и не превысишь скорости, да, под радарчик. На авторынке, наверное, как всегда сейчас мест не будет, но я попробую все-таки протиснуться сюда, по цене даже не знаю, сколько ее выставлять. Да, вожди, давайте прежде чем я ее пойду выставлять, посмотрим, возможно, такие уже тачки там продают и посмотрим почем. А то мы в прошлой серии с Ниссаном немножечко облажались, выставили дороже, чем тут стоял. Да, нет, CSL сейчас не продают, мне кажется, он уже более-менее редкий, его на каждом углу и не встретишь. Мне еще очень симпатизирует вот эта тачка, Mercedes-Benz SL 63 AMG 22 года, очень симпатично выглядит кабриолетик вот такой вот. Да, и еще недорогое хотел бы сказать я и увидел цену, что он стоит практически 40 миллионов, я думал 3 миллиона 900 он стоит, но нет, ребятки, практически 40 кака. Оп-оп-оп, местечко есть, надо срочно нашу тачку выставлять, думаю, за 9 лямов можно, в принципе, выставить. Давайте 8 900, думаю, будет нормально, ааа, уже все, место заняли. Артем на BMW X6 предлагает обмен, ну, думаю, наверное, смысла не вижу обмениваться, потому что нам, как бы, тачки складировать не нужно, опять же, повторюсь, нам нужны денюжки. Ау, оказывается, у меня тут еще и гидравлика установлена, зачем я ее все оставил, непонятно. Воу, наконец-то я смог его выставить, все, отлично, ждем теперь покупателей. Серга уже предлагает GoTor, главное, что уже есть заинтересованность. Серга снова там вернулся, пишет Go8, говорю ему Go8.5, говорит, 8 и все, стоит на своем, ну, короче, ладно, жадничать не будем, ничего страшного, главное, что продаем выше госцены. Вот цены, пришлось тоже постоять, подождать местечко, поставил его за 8, простоял, простоял, тут народу набралось просто 6, ребятки, все налетели, подписчики, всем-всем огромный-огромный привет, и кто-то купил только что машину, вот она, ваша машина была снята в связи с успешной его продажей. Кто купил машину, я даже не увидел. Надеюсь, из вас найдется тот, кто меня сможет до полиции довезти, есть у кого-то тачка, ребят. А что, воспользуемся помощью, тем более, вот он на Бэшечке, Е39, может быть, прокатиться. Как раз только что вышла государственная новость полиции Арзамаса, уважаемые жители Нижегородской области, минуточку внимания. Сейчас пройдет собеседование в МВД по городу Арзамас, при себе иметь нужно пакет документов, паспорт от 5 лет, и всем желающим вступить ждем вас, навигатор 4.6. С уважением, полковник МВД по городу Арзамаса Алексей Тарасенко, короче, мчим срочно туда, в Арзамаса полицию. И как же хорошо все складывается, чисто по таймингу. Благо, на серверах наборы эти проходят часто, и каждый желающий может залететь, да. Братик, тебе огромное спасибо, что подвез, все, я полетел. Заходи внутрь. Оу, и сколько же здесь народу. Так, здесь нам нужно пройти к стойке. Рост у меня очень маленький, меня из-под стойки этой даже и не видно, но, надеюсь, меня замечают, то, что я здесь стою-то. Короче, на наборы, я так понял, работают у нас сейчас два полицейских. Это у нас вот он Никита, и второй у нас Саня. Вот все ребятки в очередь встают и проходят набор, короче, вот так вот все просто и легко. Вот здесь уже очереди поменьше, поэтому можно остаться и здесь. Не, ребят, пожалуй, я скин пока что переодену, потому что, возможно, меня реально даже и не заметят, только панику разве что. Оденем-ка своего обратно шейха, вот так-то лучше. И вот она подошла, моя очередь, здравствуйте. Первым делом нам нужно передать свой паспорт, документы и показать... Эээ, паспорт, вот она. Он отказывается и говорит по РП. Ага, хорошо, нам, значит, нужно здесь вот выбрать действие. Я надеюсь, тут хард-РП никакого особо не будет, вот так вот, думаю, передать паспорт пойдет. И нам отказывают с причиной, вот, в МГ написали незнание РП. Да что ж такого я сделал-то? Ничего страшного, Никитосик, походу, у нас злой, пойдем к другому. Благо, тут еще вот он есть один. Ричит Алексей, свободная стойка, здравствуйте, здравствуйте, надеюсь, вы нас примете. Алексей, похоже, тоже не в настроении, тут кричит, ровно все встали или всем отказ. Ну, как бы, тоже такое себе. Че-то мне уже полиция, ребятки, не нравится. Какие-то все супер обиженные, супер строгие, очень много всяких требований, блин, ну, такое. Я все-таки считаю, что нужно немножечко как-то попроще к этому ко всему относиться. Не прям какой-то хард, да, там, прям вот, вот, именно РП, там, какое-то сильное, либо вот не РП, тут все. Лайту что-то спросили, узнали, и на этом как бы хватит. Я думаю, многие со мной согласятся. Тут некоторые вообще афкашат, а Леха тут все, короче, уже всем отказы хочет кидать. Ну, че такое-то, блин. Всем, кто в моей стойке, отказ! В смысле, Алексей, в смысле? Я тут простоял у тебя, между прочим, в очереди, это в смысле, это как? Да уж, какой-то дурдом, блин, а не полиция. Ну, давайте к последнему пойдем, к третьему уже, я не знаю. Вот тут, может, Саня уже более-менее хоть-то че. А почему тут отказывают, уже второй человек отказывает? Никто принять не может эту полицию, блин. У вас тут вообще, как это, как кабарда, блин. Никита тут тоже отказами раскидывается, ровная очередь и так далее. Да, блин, тут много всяких неадекватов. Ну, смысл, че вы от них хотите-то? Некоторые реально даже афкашат, как они отойдут-то? Это уже меня реально начинает карить. Я уже подумаю о том, чтобы вообще свалить отсюда и забыть про эту полицию уже напрочь. Здравия желаю. Ну-ка, может, ты меня хотя бы возьмешь? Да, мы к вам, да. Паспорт, давайте выберем действие. Передал паспорт человеку напротив. Надеюсь, так хотя бы сойдет. И он отказывается от нашего предложения. Ну, что значит ПРП? А как я что? Что я? Не ПРП, что ли? Я прям хочу обратиться к лидеру данной фракции. Чтобы ты что-то поменял, дружище, у себя. Потому что это просто жесть. 99% игроков вы просто отказываетесь принимать. Из-за того, что что-то кто-то якобы не ПРП делает. Опять же, я вот выбрал действие. И все нормально ПРП сделал. Передал паспорт человеку напротив и так далее, и так далее. А уж давать такую установку своим подчиненным, которые проводят набор, это такое себе, да? Чтобы они там такие хард-РП делали. Типа там в руке, не в руке. И это я считаю максимально глупо. Вы немного проектом и сервером ошиблись. Это вам, наверное, на гамбит-РП или что-то тому подобное. Где там вообще просто жестчайший РП. Сунул в руку карман и достал медкарту. Медкарта в руке. Это же очень много, слишком действий. Ну что вы, издеваетесь? Даже так сейчас этому игроку отказали. Но это просто эпик, ребятки. Это просто жесть какая-то. Короче, ребят, это просто какая-то жесть. Я уже потом в перспективе залечу сюда с админкой. И покажу все системы, что там как работает. И посмотрим уже на основном аккаунте. А тут меня на пути бомжа, как обычного игрока, просто брать не хотят. Мне кажется, даже уже потом и принципиально. Потому что вот некая Magic Morales меня вовсе оскорбляет. И оскорбляет моих подписчиков, которые вместе со мной сюда прибежали. Короче, покидаем это чудное местечко. И чтобы нам подрасслабиться, предлагаю переместиться пока что в казино Казино. Ведь в прошлой серии мы с вами потеряли около 4 миллионов. Здесь и как бы не вернули денежки, не камбэкнули. Поэтому покупаем фишечки. Для начала 50 тысяч на 5 лямчиков, думаю, хватит. Докупаю пару рулеточек. Давайте 3 штучки крутанем. Мало ли, мало ли. Потому что моя цель выбить BMW M8. Уникальный акс мы с вами получаем. Короче, дерьмо. 1000 фишек, камбэк и старый Mercedes. Короче, не окуп, ребятки. Все попросрали. Погнали в Blackjack. Начнем с 20 тысяч. Раздают, раздают, ребятки. И знаете, что я думаю? Может быть, нам пора нажать кнопочку удвоить. Если сейчас выпадет десятка, то в принципе можно будет затащить. Нажимаем удвоить. И 21! 21! Как? Блин, как? Впервые такое везение. Это вообще жесть, ребятки. Это просто изи, изи. У нас чекущая ставка с 4 миллиона. И мы с вами, конечно же, сейчас должны выиграть. Надеюсь, у дилера не будет 21 же, да? Вы же не испортите. Все мне. Это что за хрень-то? Ё-моё. Как у дилера 21? Ну, это вообще максимальная подстава. Мне как бы дали уже эту победу. И тут вот такой вот обосрас чистый. Мы с вами плевок в лицо получаем. Илмайк идет в вабанк. Ставлю все свои 43 тысячи фишек. И надеюсь, я сейчас точно должен выиграть. Хватит издеваться надо мной. Раздача произошла. Да, у меня 11 очков. Ну, я очень надеюсь, что сейчас тоже что-нибудь у нас. Может быть, 21 будет. Но нет, 18. Нажимаем, хватит. А я очень надеюсь на выигрыш, ребятки. Потому что давненько мы с вами уже не выигрывали. Так, у бота 12. 21! Да как это так вообще? Не-не-не-не-не. Не собираюсь я уходить. Это никуда не годится. Все, ребятки. Элмайк остался очень злой. Покупаю 100 тысяч фишек на 10 миллионов. И сейчас также вабанк их пульну. Это что за хрень вообще? Почему у бота, блин, каждая игра по 21 вылетает? По очкам у нас 5. Беру карту 10. Еще карту и 18. Хорошие, хорошие очки. Оставляем. Бизнес, бизнес, не бери больше. Тоже оставляю. У тебя иначе будет перебор. Я бы не рисковал. Так, дилер, сраный дилер. У него 18. Возьми перебор, пожалуйста. Короче, заскамили нас на 10 тысяч фишек. 90 нам вернули. Причем-то мы вообще-то 100 тысяч фишек ставили. В общем, ладно. Дальше вторая игра. Погнали. По очкам 13. Я очень надеюсь на то, что сейчас перебора не будет. Беру и спасибо. 23. Да как это так выходит? Издеваться уже. И у дилера 20. Шикарнейшие просто очки. В любом случае, скорее всего, он меня разорвал. Даже если бы у меня 19 было. Понятно. Хорошо, хорошо. Пусть. Растак. Хорошо, так. У меня еще 16 миллионов остается. Все. 160 фишечек я покупаю. И также иду сейчас ставить это все вабанк. Последняя надежда, ребятки. Последняя ставка. Иначе я сейчас просто стану бобжом временно. Беру карту. Надеюсь, что не будет перебора. Пожалуйста. Фух. Фух. 19. Все. Нажимаем. Хватит. И теперь надеемся на то, что у бота будет либо перебор, либо недобор. Так. 14. 17. Все. Все. Пожалуйста. Остановись. Либо перебор, либо больше не бери карты. Ха-ха-ха-ха-ха. Наконец-то. Плюс 288 фишек мы забираем. 28 лямов. Хорошо. Это было очень эмоционально и опасно, ребятки. Ну фух. Мы это смогли сделать. Нужно еще немножечко подфармить. Поставлю 28 тысяч. Рисковать уже сильно так не буду. Сразу сходу у нас супер хорошие очки. 20. Останавливаемся. Конечно же хватит. Карты-то смысла брать нету. И походу, скорее всего, это тоже выигрыш. Да. У бота 22. Перебор. Вот она моя очередная побед пошла. 50 тысяч фишек забираем. Отлично, ребятки. 310. Ну практически, короче, остались при своих, но получили вообще жесть. Какие эмоции бурные, да? Продаю, короче, нахрен эти все фишки, ребятки. И на сегодня мне казино хватит. Это точно. Даже нет, ребятки. С учетом комиссии мы с вами еще и ушли в минус небольшой. 29 с половиной ляма. Было 30. Ну а с вами был Майк. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok.